Сегодня я хочу с вами говорить вот такая тема, которая очень долгое время не дает мне покоя, потому что я вижу, как это происходит в жизни людей. И знаю точно, что среди нас сейчас здесь, на этом месте, есть люди, которые находятся в этом состоянии. И расскажу перед тем, как мы будем читать место, расскажу такую историю. К врачу пришел человек, на легкие, радостные, не чувствует никакой угрозы в своей жизни. Приходит к врачу, говорит врач, у меня есть прыщ, что с ним сделать, чем помазать. Врач посмотрел, говорит, ну вот есть мазь определенная, помажь, может быть пройдет. Он начал мазать, но прыщ не проходит, воспаление все больше и больше. Он приходит опять к врачу, врач понимает, как врач, что что-то здесь не то. Посылает его на анализы, он сдает там кровь, сдает еще какие-то анализы. И врач начинает копать. И в конце концов, значит, он ему ставит диагноз там определенный. Человек уже все, у него уже улыбки нет, он понимает, что это не просто прыщ, это что-то серьезнее. Он начинает курс лечения, ничего не помогает. Врач понимает, что это что-то другое. Начинает копать еще глубже, находит еще одну причину, выносит опять диагноз. И вот так вот несколько раз, раза 4 или 5, в конце концов, оказался очень страшный диагноз. И оказывается, у него проблема совершенно вообще в другом. То есть не просто у него кожный покров воспалился, и там вот простой-простой какой-то прыщ. Что я хочу сказать? Что очень часто мы смотрим на вещи в нашей жизни, происходящие поверхностно. Мы смотрим, что-то произошло в нашей жизни, мы думаем, ну это мелочи, это пройдет, это что-то такое, стечение обстоятельств, или может быть это какая-то случайность. Я говорю о верующих людях, верующие люди так думают. Но если копнуть глубже, ты поймешь, что есть причина, есть корень. У каждой ситуации, у каждой сложившейся ситуации есть обязательно какой-то корень, есть обязательно какая-то причина определенная. И я вот думаю и задумываюсь, почему люди запускают себя, христиане, верующие люди. Почему они допускают в своей жизни какие-то вещи, которые приводят их к падению. Или вот сегодня я хочу читать историю, это известная история, вы много раз ее читали, много слышали проповеди на эту историю. Но еще раз я хочу, чтобы мы ее перечитали, потому что, по крайней мере, у меня много вопросов было по поводу этой истории. И по сей день они остаются. Я молюсь и говорю, Господи, как бы нам жить так, чтобы подобной ситуации не случилось. Как бы вот нам служить и верить так, хранить свое сердце или следить, вот анализировать свою жизнь, чтобы подобных вещей в нашей жизни не произошло. Это четвертая глава книги Даниила. Четвертая глава книги Даниила. Может быть, месяц уже. Вообще, если взять изначально, это уже несколько лет, года 3-4. Вот эта история этого человека, она у меня в сердце, потому что есть несколько человек в нашей церкви и в других церквях, которые вот в подобной ситуации оказались. И, конечно, когда ты молишься за людей, когда ты не любишь людей, то проще, ну, просто откинуть человека и все. Но если ты переживаешь за человека искренне, от всей души, ты понимаешь, что это душа, которая мучается, которая страдает, то ты ищешь ответы. Ну так или нет? Ты ищешь, ты ищешь, ну, допустим, вот представьте, какой-то близкий человек, которого ты очень сильно любишь, заболел какую-то болезнью. Ты будешь рыть, ты будешь искать, ты будешь стараться как-то помочь, правда? Ты будешь искать деньги, ты будешь искать врачей, ты будешь искать людей, которые подскажут, которые помогут. Почему ты это делаешь? Что побуждает тратить свое время, что побуждает тратить твои финансы на этого человека? Знаете что? Любовь. Любовь к этому человеку. Ну так или нет? Так вот, если ты любишь человека, если ты переживаешь о нем, то ты ищешь ответы, тебе не безразлична его судьба и его жизнь. И молился я, Господь напоминал, показывал это местописание. Я думал, рассуждал, размышлял. И вот совсем недавно, две-три недели, очередной раз у меня такое слово в голове, что что делать-то с безумным царем? Вот такое у меня понимание. Я молюсь на прославление, а у меня в голове мысль, такое слово. Что делать с безумным, с обезумевшим царем? Что с ним делать? Мы видим причину, мы видим результат. Но что делать с этим результатом? Что с ним делать? Я не хочу, чтобы у нас были какие-то отдельные места для таких людей. Бывшие верующие или верующие люди, которые обезумели. Верующие люди, которые сошли с ума, или верующие люди, которые стали какие-то делать негодные дела, отошли от Бога, грешниками стали, там похабщину всякую несут. И для них какое-то такое место, знаете, особое, чтобы их туда отделить. И вот пусть они там живут, как этот царь. Я не хочу так. Я хочу, чтобы в наших собраниях верующий человек, который пришел, открыл свое сердце для Иисуса, чтобы он всегда оставался верный Господу, чтобы никогда подобных вещей с ним не случилось. Аминь или нет? Ну вот я этого хочу. И давайте прочитаем, конечно, несколько стихов из этой главы. Посмотрим, что же случилось с этим человеком. Четвертая глава, книга Даниила, с первого стиха. «Я, Новохудоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем и видение головы моей смутили меня. И дано было мною повеление привести ко мне всех мудрецов вавилонских, чтобы они сказали мне значение сна. Пришли тайновидцы, пришли мудрецы, ничего не смогли ему рассказать. И тогда он призывает Даниила, которому имя было Валтасар. Это был человек, который знал Бога, верил в Бога, в котором Дух Святого Бога. Ему рассказал я сон. И он сказал такие слова, смотрите. «Валтасар, глава мудрецов, я знаю, что в тебе Дух Святого Бога, и никакая тайна не затрудняет тебя. Объясни мне видение сна моего, которое я видел, и значение его». Вот я знаю точно, это уже приговор. Мы чуть дальше прочитаем. Просто я не хочу все перечитывать. Вы можете дома прочитать, что время нам сэкономит. Этот человек, царь, увидел сон, сон, который смутил его. Был ли у него шанс или возможность что-то изменить в своей жизни, чтобы с ним не произошло то, что с ним произошло? Был или нет? Да котам же во сне уже был приговор. Как, ну и что? А вот знаете что? Что бывает, когда уже есть вердикт, то есть Бог уже сказал, да будет так, все. И вот я думаю, ну давайте, ладно, может быть кто-то не читал этой главы, давайте я дочитаю, и потом мы дальше продолжим. И вот этот царь видит видение, это смутило его сердце. Он пригласил этих людей, говорит, разъясните. То есть это для него был необычный сон. Вот я не знаю, видите ли вы сны такие необычные. Потому что я как-то с одним человеком разговаривал, он говорит, я вообще снов не вижу. Я думаю, ну странно как-то. Ну первый раз такого человека встретил. Я говорю, ну правда ты мне говоришь хоть? Нет. Он говорит, да, правда, вообще снов не вижу. Я не знаю, радостно или это печально, не знаю, насколько это для него полезно или не полезно. Но я сны вижу. Бывают часто сны такие суетные, которые вообще бесполезные. Я это все прекрасно понимаю. Бывают сны, которые пытаются меня с толку сбить, какой-то страх навеять, какую-то смуту посеять в мое сердце. Я встаю, Богу помолился, очистился, разобрался и пошел дальше. Но бывают сны такие, которые я встаю и понимаю, что этот сон непростой. Этот сон, который что-то хочет мне сказать, к чему-то меня побудить и так дальше. И вот этот царь, он понимал, что этот сон непростой. Он смутил, он растребушил его душу, его сердце. И он начал искать ответ. И вот этот царь, он был богатый. Там потому что во сне рассказано, что большое было дерево, много было на нем листьев, много было плода. Птицы разные прилетали под это дерево. И вот это дерево такое до небес вознесшееся. И он не мог понять, что в этом сне ему хотят сказать. Скажите, понятен этот сон был или нет? Ну вот так вот, если бы ты увидел этот сон, ты бы его понял или нет? Нет? А знаете почему? Потому что человек, он не хочет углубляться. Ему проще плищик помазать мазью. Это легче сделать. Ему проще поверхностно что-то решить, чем углубиться. Многие люди сегодня, я говорю, ну там одному человеку говорю, слушай, у тебя какие-то, ну, цвет лица нехороший, иди сдай анализы, проверься. Он говорит, не-не-не, я боюсь анализы сдавать. Я говорю, а почему ты боишься? А вдруг что найдут? Я говорю, ну живи тогда с этим. Ну, понимаете, да? Ну как? Как так относиться к своему здоровью? Так же и о духовных вещах. Я сейчас не говорю о физических, это дело каждого. Но о духовных вещах. Человек чувствует в своем сердце, он потерял радость, он потерял мир. Человек чувствует, что он не хочет идти на служение, он не хочет читать Слово Божье. Чувствует в своем сердце похоть какая-то появилась, там какие-то картинки в голове, там сны снятся нехорошие. И тому подобные вещи. Это уже сигнал. Это говорит о том, что тебе нужно углубляться, тебе нужно копать. Тебе уже одной мази недостаточно, тебе нужно что-то делать. И Господь Бог, я верю в то, что Он дает сны, Он дает видение, Он дает Слово, Он дает откровение. Он стучится в сердце человека, чтобы предотвратить. Здесь уже ситуация, ну как сказать, затянулась, да, или запущенная ситуация. И человеку, ему не свойственно при, ну как сказать вам, ну на себя это натянуть. Ему проще это что кому-то, где-то, как-то, это что-то такое, не ко мне. Человек никогда не скажет, что я гордый. Вот он сон увидел, встает и говорит, опа, откровение получил, я гордый, вот это я, это дерево. Нет, он будет искать, 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 искать что-то другое, что ему будет приятно. И вот он ему рассказывает, что вот такой я сон видел. И он начинает ему толковать и говорит, царь, вот это дерево это ты, вознесшийся в славе, ты крепкий, ты сильный, у тебя много богатства, у тебя много силы, власти и так дальше. Многие люди возле тебя, они под твоим покровом, они питаются и имеют какие-то блага определенные. И он дальше говорит, но было слово от Господа. Господь сказал, садите и срубите это дерево, но корень его оставьте. И он говорит, что царь, царство твое будет отнято от тебя. Давайте я прочитаю. Сердце, 13 стих. Сердце человеческое отнимется у него и дастся ему сердце звериное, и пройдут на ним семь времен, то есть семь лет. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено. Слышишь, Сергей? Назначено уже. По велениям бодрствующих это определено и по приговору святых назначено, чтобы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничиженного между людьми. Было ли у него время, чтобы что-то изменить, что-то исправить в своей жизни, чтобы подобных вещей с ним не произошло? Конечно, было. Но когда? Чуть раньше. Я не знаю, слышали вы в свой адрес такие слова? Вот чуть раньше бы вы обратились? Вот чуть-чуточку. Вот было бы совсем все по-другому. Если бы немного раньше, то было бы совершенно все иначе. А сейчас? Человек взывает к врачу или, может быть, к работодателю. А сейчас? Разве все уже поздно? Да, сейчас уже поздно. И ничего нельзя изменить? Ничего нельзя исправить? Нет, ничего нельзя исправить. Ну как же, это же милующий Бог. Это же милость Божья. Сразу вспоминаются стихи. Господь милует, Господь прощает, Господь любящий. Сразу все повспоминали мы. Понимаете, да? Все то, что нам сейчас оно подходит, что нам сейчас нужно. А почему ты раньше-то не вспоминал? Чуточку раньше. Что грешить нельзя, что клеветать нельзя, что воровать нельзя, что еще какие-то вещи, глупости нельзя делать. Почему ты раньше-то об этом не думал? Не знаю. Потому что у меня было все хорошо, наверное. Почему царь не задумывался об этом? Потому что у него все было хорошо. Когда его сердце встрепенулось? Когда Бог уже ему дал сон, но не просто сон, а сон такой, который его растребушил. Знаете, как будто отвертку запихали ему в сердце и начали там вот ковырять. Он не смог дальше жить спокойно. И когда с ним это случилось, написано, что обязательно это случится. 25 стих. Все это сбылось над царем Новохудоносором. По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, это ли невеликий Вавилон, невеличественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моею могущества и в славу моего величия. Еще речь эта была на его устах, как был с неба голос. Тебе, говорят царь Новохудоносор, царство отошло от тебя. И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдет над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому что, кому хочет. И так и произошло. Семь лет он жил как животное, питался травою, росою, волосы отросли, как у льва, ногти, как у орла, и вот он там пасся. И вот у меня теперь вопрос возникает. Понятно, что мы не говорим о царе, мы говорим сегодня о нас. Вот мы сейчас живем, у каждого из нас есть своя гордость или своя гордыня, да? У каждого из нас она есть. Каждый человек ее имеет. Просто один, он радуется, или как сказать, он восхищается своей гордостью. Он каждый день умиляется. Он подходит в зеркало и говорит, как приятно поговорить с хорошим и мудрым человеком, да? Подходит и смотрит, и любуется. Смотрит на свое имущество, смотрит, как этот царь, да? Бывает такое, что это не обязательно богатство. Я встречал человека, который, ну, абсолютно небогатый человек. Бедненько одеты, у него съемная квартира. Но он очень мудрый, умный, умный. У него несколько высших образований. Он работает в каком-то там, в какой-то лаборатории. И все вокруг него. У него начальник ездит на дорогой машине. У него начальник, значит, имеет несколько квартир, там, яхты. Очень богатый человек. Но, ну, я так образно. Понятно, что он тоже что-то знает, что-то умеет. Но ноль абсолютный вот в этих вещах, которыми он занимается. Просто хороший организатор. И вот он увидел этих вот умных людей и вот подобрал. И вот этот вот самый умный среди них. И по сути на нем все держится. И все вокруг него. Все к нему за советами. Все к нему, все к нему, все к нему. И вы знаете, этот человек очень гордый. Очень гордый. Он видит, как к нему все. Ему даже богатства не надо. Ему не надо ничего. Он видит, как просто все перед ним, вот перед его вот этими знаниями. И он этим гордится. Он живет этим. Ему как вот хлеб с маслом, с икорочкой с утра. Вот кому-то надо, да, скушать или чашечку кофе. Вот для него, чтобы его кто-то похвалил. Чтобы ему сказали, а вы знаете, вот благодаря вашим знаниям мы сегодня имеем такой успех. Наша фирма, наша организация. Вот. Доска почета обязательно, чтобы он висел там. Там грамоты ежемесячно или ежеквартовно. Гордость. Понимаете, человек, он наполнен, он исполнен этой гордостью. Каждый из нас. И вот у вас она есть. И ты живешь сегодня подобное. Если сегодня сравнить нас вот с этим царем, да. Понятно, у нас нет царства. Но у нас есть свое. То, чем мы гордимся. То, на что мы смотрим. То, что нам нравится. И вот мы живем в этом. Так вот, если мы сегодня не поймем одной вещи простой. Что если мы не будем бодрствовать в том, что мы имеем. Если мы не будем Господа прославлять и его святое имя величать. Даже в мелочах. Послушайте. Даже в мелочах. То подобная вещь может произойти с нами. Или скажите. Вот это только могло бы случиться с царем. Вот с этим Новоходоносором. Это единичный такой случай. И нам это не грозит. Мы можем так сказать или нет? Конечно нет. Если с ним произошло. Что вот он обезумел. Вот в этой славе. Вот в этом успехе. То, конечно же, это может случиться и с нами. А скажите. Бог может пройти мимо этой ситуации. Когда наше сердце возгордится. Или мы будем непокорны Слову Божьему. Отойдем от его милости. От его благодати. Будем жить вот упиваясь своей какой-то славой. Скажите. Бог пройдет мимо этого? Конечно нет. Он обязательно будет что делать? Он будет стучать в наше сердце. Он будет говорить. Будет давать знаки. Слово людей. И так дальше. Но если мы не будем слушать. Если мы не будем обращаться к этому. То что-то подобное может с нами произойти. Вердикт. Который он услышал в свою жизнь. Не написано, что он как-то встрепенулся. Я думаю, что может быть он подумал. Ну не написано это. Но я так рассуждаю. Может быть он подумал, что. Хотя не русский человек. У нас у русских наверное только это авось. А авось пронесет. Не знаю, что. Но он не искал. Я вижу некоторые цари, некоторые правители. Они как-то слышали слово пророческое в свою жизнь. Они сразу. Допустим тот же Давид. Он говорит, попроси меня. Попроси за меня у Бога. Помните, когда пророк пришел к нему. Сказал о его грехе. Он говорит, попроси за меня. То есть есть люди, которых сердце. Оно открывается перед Богом. В покаянии. То есть они хотят изменить что-то. Но есть люди, которые опять же. замазывают мазью. Да ничего страшного. Ну анализы плохие. Ну и что? А может ошиблись диагностическом. Могло же быть такое? Так иди в другое сдать. Да ладно, не буду. И человек он уходит. Он не хочет решать свои какие-то сложности. Он не хочет вникать в свое сердце. Он не хочет копнуть. Он не хочет изучить свое сердце, свою ситуацию. И он оставляет. Но чем дольше ты оставляешь эту проблему в своей жизни, тем хуже для тебя. Потому что завтра или послезавтра ты можешь услышать в свой адрес такие слова. Вот чуть раньше бы. И совершенно было бы все по-другому. Сейчас если привести того человека, который был с нами здесь, верующий. Который также пел песни. И когда на него мы посмотрели бы, мы бы сказали, слава Господу, какой христианин. И проповедует. И ходит. И евангелизирует. Все делает. Но сегодня этот человек безумный. Этот человек, который просто страшно на него смотреть. И этого человека поставить сюда. Понятно, что трудно будет, может быть, от него услышать здравый ответ. Но я верю в то, что если бы ему сейчас сказать, вернуть все назад, если бы у тебя была бы возможность что-то поменять, те тайные грехи, пороки, или может быть гордость, то, что тебя унесло, то, что тебя увело с пути Божьего, если бы у тебя была возможность что-то изменить, ты бы изменил, я думаю, что этот человек бы изменил. Так или нет? Вы скажете, почему тогда Бог не дал ему шанс или возможность? Да миллион раз давал. Я верю в это. Я убежден в том, что Бог не ставит перед фактом. Бог не загоняет нас в тупики. Бог всегда дает человеку возможность. Но есть определенная точка невозврата. Если мы до нее доходим и переступаем ее, то тогда мы слышим вердикт в нашу жизнь. Все. У нас здесь на Московке есть человек, я не раз его введил в пример, который был верующий, но осознанно отступил от Господа. Принял решение уйти от Бога, перестать ходить в церковь ради каких-то там своих интересов. Уже прошло 15-16 лет. Этот человек периодически приходит в церковь. Я с ним, ну бывает, мы встречаемся, общаемся. Он плачет, он кается, говорит, как будто небеса закрыты. Он говорит, я взываю, кричу к Богу, небеса закрыты. Не знаю, что там, какие у него отношения, что, насколько он мог так нагрешить, что небеса закрыты. Но он не может покаяться. Скажете, не хочет. Ну тоже для меня как-то это под вопросом, почему. Но если бы он не хотел, он тогда бы не приходил. Правильно, да? Зачем тогда он приходит на коленях, стоит, не стесняясь, плачет, руки к небу подымает. Значит, все-таки у него какое-то желание есть что-то поменять в своей жизни, правда? Почему не может? Вот скажите, если бы вот этот новохудоносор, который вот в этом лесу оказался, вот я рассуждал и размышлял, если бы туда привезти всех пророков, всех супер-евангелистов, пастырей, епископов, туда привезти, там, цистерну Илея завести туда, и вот его просто искупать в Илее, там, помолиться за него, там, с верой, так, не мало ли сомневаясь, да, писание, там, служение провести там в лесу, да, специально для этого человека провести служение, руки на него возложить, что-то бы изменилось? Он бы получил свободу, этот человек? Ну как? Вера же была бы! Ох, сила какая пришла! Смотрите, отовсюду съехались, великие помазанные. Что-то бы случилось, изменилось? Я думаю, нет. А знаете почему? Потому что Бог сказал, семь лет этот человек, вот его безумие, или его вот это вот неразумие в гордости, Бог оценил и сказал, вот семь лет для него бы достаточно. Кому-то десять, кому-то три, кому-то один. Но я вам хочу сказать, а мне и года не надо. Вы слышите, что я хочу вам сказать? Мне и месяца не нужно этого безумия. Вам нужно это? Мне, вот я рассуждаю, и себя ставлю на его место, я говорю, Господи, сохрани, мне дня не нужно в лесу, мне не нужно, я лучше в твоих чертогах буду. Я лучше буду тебе песни петь. Я лучше буду тебе, Господи, служить, и тебя любить всем сердцем. Зачем мне нужны такие уроки жизненные? И от кого это зависит? От тебя и от меня. Будем ли мы проходить подобные ситуации или нет? И он, а в очреве Китая, и много-много-много примеров в Библии, для чего они нам описаны, скажите? Для чего они нам оставлены? Чтобы мы просто прочитали там, сценку какую-то сыграли там, порассуждали, поразмышляли, осудили того Новохудоносора. Вот какой царь, смотри, безумный, вот он ходил по своим царствам и говорил, вот это я, вот такой гордый, слава Богу, что я не такой, аллилуйя, и пошел домой. Так, а ты загляни глубже в свое сердце, может быть, ты такой, может быть, у тебя не плеч давно уже, а что-то другое. И пока ты это не поймешь, пока ты это наружу не достанешь, пока ты это пред Господом не оголишь, это будет разрушать твою веру, твою жизнь. Самое большое, это неповиновение, самый большой грех. Я думаю, что все крутится вокруг гордости и непослушания. Послушайте, можно сказать, что этот царь, он был гордый. Конечно, можно. Этот сам сон, он говорит о себе. Дерево, вознесшееся до небес. А что страшнее, гордость или непослушание? Какой грех страшнее? То же самое, да? Я думаю, что оно вообще все связано. Почему человек непослушен, непокорен? Вот я думаю, человек говорит, а я не буду там, ну, что-то делать. А как, Библия же призывает нас. Надо простить. А я не буду прощать. Почему человек так себя ведет? Вполне вероятно, что он гордый, правда? Потому что он не хочет смириться, потому что он не хочет подчиниться под волю Божью, под Слово Божье. И вообще, покорность, покорность, вот царство, 15 глава, есть хорошее место. Смотрите, некоторые люди, христиане, они думают, что, ну вот, пить, наркотики употреблять, там, воровать, вот это грех. А непокорность или непослушание? Ну, я же свободу выбора имею. Ну, я же имею свободу, там, и так дальше. Ну, я же имею свое мнение. Ну, я понимаю, что здесь не надо так делать. И человек, он непокорен, я не говорю сейчас о человеческих каких-то убеждениях, что ты не хочешь подчиниться под человеческое какое-то ермо. Я не об этом. Я говорю о Слове Божьем. Когда человек не хочет подчиниться Слову Божьему, когда Господь говорит, вот так нужно сделать, а человек делает совершенно иначе. Так вот, смотрите, что сказано. Непокорность есть такой же грех, как волшебство. И противление тоже, что идолопоклонство за то, что ты отверг Слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Ну, это о другом царе написано. Книга Царств, 15 глава, 20-30. То же самое, непокорность и непослушание, это то же самое, что волшебство и идолопоклонство. Противление, это то же самое, что идолопоклонство. Почему Господь ставит их на одно место, на один уровень? Вроде бы, как бы, по нашему суждению, есть грехи маленькие, есть грехи большие, да? Но есть или нет? Конечно, есть. Есть грехи посерьезнее, есть грехи такие не очень. И вот на не очень мы как бы так не сильно внимания обращаем в нашей жизни. Правда? Правда, нет? Над какими-то мы очень серьезно боремся и их отталкиваем из своей жизни. Как вот я один раз проповедовал здесь у нас в церкви о том, что есть грехи тайные, есть грехи явные. Помните, я говорил и приводил местописание, что есть враги, души человеческая, змея и лев. Подобно как лев, он выходит открыто, выступает против человека, против врага открыто, он рычит. И человек понимает, что надо закрывать окна, надо прятаться. А змея, она подходит как? Ты даже можешь не заметить, как она подползет к тебе. Она может сидеть, лежать, сидеть не умеет. Она может лежать под твоими ногами, и ты даже этого не поймешь. Ты поймешь только тогда, когда она тебя ужалит. Но тогда уже может быть поздно, яд уже пошел по твоей крови. Так вот, то же самое происходит в жизни человека, в нашей с вами жизни, когда мы очень много внимания обращаем или очень сильно противостоим каким-то явным грехам, но не уделяем абсолютно внимания никакого и не следим над тем, чтобы вот эти вот мелкие, ну как мелкие, для Бога-то они не мелкие, мы же видим сейчас, что Бог сравнивает непослушание с волшебством. Если тебе сказать, ты волшебник, ты колдун, ты скажешь, как, Вадим, ты такое можешь говорить? В чем я колдун? Ну как, ты непослушный? А это наравне стоит. Ты не покорен Слову Божьему, ты не покоряешься Его Слову. И вот Писание говорит, что вообще вот покоряться, это легко или нет? Как вы думаете? Покоряться, быть послушным, легко или нет? Конечно, конечно, Но в каких-то случаях легко. Знаете, когда легко быть послушным? Когда легко быть послушным? Когда ты любишь, вот допустим, ты любишь человека, ну муж, жена мужа, да, любит, ей легко быть послушным. Даже где-то она прилагает усилия, но она с радостью это делает. Почему? Потому что она любит его. Правда или нет? Она его любит. Но очень сложно подчиниться тому человеку, который для тебя не авторитет. Который для тебя, ну, которого ты не уважаешь, которого ты не любишь. Вот этому человеку у тебя всегда какое-то будет противление. У тебя всегда какое-то слово против. Что бы он ни сказал, у тебя идет против. Что бы он ни предложил, у тебя идет протест. Почему? Так отношения совершенно в другом. Не потому, что ты так думаешь, не потому, что ты так считаешь, а потому, что у тебя просто нет почтения, нет уважения. Так вот, если мы сегодня не почитаем Слово Божье и не покоряемся под Слово Божье, может быть, все-таки дело-то не в том, что ты хочешь рассуждать, ты такой рассудительный, тебе надо знать истину, правду и так дальше, хотя это нужно знать. Но, может быть, причина-то не в этом совсем. Может быть, кроется все глубже. Знаете в чем? Что ты просто Бога не любишь и ты не хочешь Ему подчиняться. Ты хочешь жить так, как ты хочешь, как Новохудоносов. Он жил и его, в принципе, устраивала его жизнь. Его царские чертоги, ему нравилось вот это вот состояние, что все Ему подчиняются, все Его восхваляют. Ему не нужен был Бог в жизни. Так тебе нужен Бог или нет? Нужен? Так если тебе нужен Бог, ты должен Ему подчиняться. Ты должен Ему покоряться. Потому что Бог это не просто приставка какая-то или приложение. Бог это наша жизнь. Ты либо Его имеешь в своей жизни и полностью покоряешься Ему, либо Его нет в твоей жизни. Ты отдаляешься от Него. Помню, я слышал такую историю о маленькой республике, которая всходила в состав большого государства. Ну, подобно, как у нас, допустим, Башкирия, да, или там Киргизия. Ой, Киргизия уже не входит. Ну, допустим, там Чечня, да, вот республика маленькая. Дагестан. И вот на протяжении всего времени они постоянно, вот я как-то даже рассказывал эту историю уже, они постоянно бунтовали. Они постоянно говорили, вот у нас плохой президент, вот у нас плохое правительство, вот это все Москва забирает, все Москва забирает, все деньги туда идут. У нас дороги не делают, хотя дороги идеальные. Все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Давайте выйдем в демонстрации, давайте выйдем, будем самостоятельными. И вот много-много-много лет это все продолжалось, и старшему брату надоело это все. И он говорит, слушай, давай, ребят, ну все, идите сами, живите. Оградили границу поставили, поставили пограничников. Давайте, ребят, живите. Дадим вам визы бесплатные, ездите к нам, веборосы нет, но живите отдельно. За короткое время это государство, эта республика скатилась в страшную нищету. Коррупция, преступность, экономика упала вообще до нуля. Просто катастрофа, люди возопили. Реально просто такая паника началась. Что случилось с этой республикой? Что? Они просто не хотели жить под кем-то. Они не хотели подчиниться. Они не хотели быть под кем-то. Они хотели быть свободными. Так вот, в нашей природе человеческой подобные вещи происходят. Когда мы хотим быть свободными, когда мы не хотим подчиняться кому-то, я имею в виду Слову Божьему или Господу Богу. Почему сегодня люди не хотят прийти в церковь? Многие не хотят уверовать в Бога, покаяться. Почему? А причина одна. Потому что они не хотят подчиниться. Они знают, что нужно подчиниться. Нужно свое «я» подвинуть в сторонку и на место своего «я» посадить кого? Кого-то другого. Кто будет диктовать тебе условия, как молиться, как ходить, что кушать, что не кушать. Там даже и про свинину говорится, что нельзя есть свинину. О, не-не-не-не. И курить даже нельзя. И пить нельзя. И все. И человек понимает, что настолько он попадает под какую-то кавалу, хотя не понимает, что он сейчас находится еще под большим гнетом. Если бы он вник, если бы он порассуждал, если бы он углубился, этот новохудоносор, да, и понял, что он под большим гнетом находится, чем то, что может предложить ему Господь Бог. Итак, непослушание, гордость приводит нас к тому, что мы отходим от Господа. Самый яркий пример того, что произошло с дьяволом. Написано, что он был очень красивый, он был один из лучших. Что с ним произошло? Ну, понятно. Как это произошло? Что ему не хватало? Написано в Слове Божьем, смотрите, Исайя. Как упал ты с неба, деница сын зари, разбился о землю, попиравший народы, и так дальше. Мятеж поднял, гордыня, и так дальше. Что случилось с этим ангелом? Что? Для чего? Почему? Вот у меня, вот у вас не возникают вопросы, почему вот с этим человеком так случилось? Вот почему вот он сейчас вот так живет? Почему вот эта сестра так живет? Почему вот этот брат вот сейчас вот так вот, глаза закрыл и спит на служении? Не могу понять, почему. Почему? Вот вы не задаете? Есть такой возраст у детей, почемучки мы их называем. 5-6 лет, не знаю, сколько у всех, по-разному. И вот они все, почему, 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 у меня сейчас Милан такая. Папа, почему, 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 почему. Немножко напрягает, немножко напрягает. Но! Но! Я же понимаю, что тем самым они познают. Они хотят познавать. Они даже не просто так это задают вопросы, правда? Так вот, если у тебя нет почему к Богу, почему, 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 то это проблема. У меня всегда, вот я уже 16 лет верующий, у меня всегда есть к Богу. Я встаю на колени молиться каждый день, там по нескольку раз. Встаю на колени молиться, молюсь, славлю, благодарю, да-да-да-да-да. И у меня обязательно по какому-то, по какому-то личности, по какому-то человеку, по какой-то ситуации у меня всегда к Богу вопрос. Почему, Господь? Почему? Мне непонятно, Господи. Ответь, покажи. Как мне помочь этому человеку? Как? Я не могу. Я просто вот стою, руки поднимаю к небу. Не могу я помочь чисто по-человечески. Господи, как? Почему? И приходит время, Господь отвечает. Приходит время. Вы поймите, что наши вопросы к Богу, они его не напрягают. Ему нравится, когда мы познаем, когда нам интересно, когда мы хотим узнать сущность, когда мы хотим узнать проблему, чтобы из этой проблемы что? Вылезти, чтобы из этой проблемы уйти. И вот сатана, что случилось? Конечно, очень сложно понять из Писания, мало что написано, но основная, конечно же, причина, о которой вы говорили, возгордился, да? Возгордилось его сердце. Что ему не хватало? Что тебе не хватает? Тебе Господь все дал. Что тебе Господь еще не дал, и он еще даст? Так написано в Библии, помнишь? Но если бы тебе не хватало, ты попросил бы, я бы тебе еще дал, зачем ты пошел своими руками-то это брать? Тем самым ты нагрешил и получил наказание. Новохудоносор, тебе Бог дал царство. Тебе Бог дал царство, богатство дал. Прославляй ты Господа. Поставь Господа Бога на видное место, и Его имя пусть светится. И всему своему царству скажи, что все, что мы имеем, мы имеем благодаря Господу. И все, и будешь царствовать. Будешь жить, все у тебя будет хорошо, враг не коснется тебя. Если имя Господа будут чтить в твоем царстве, никто не коснется тебя. Ну сделай ты так. Нет. Хочу, чтобы меня осветили, чтобы мое имя проставляли. И вот в нашей жизни подобные вещи происходят. Когда ты не хочешь быть покорен, когда ты не послушен Слову Божьему, одна из основных причин это твоя гордость. Это твоя гордость, которая ведет тебя к чему? К падению. 1 Фессалоникийцам 4 глава 8 стих. Смотрите, что сказано. Итак, непокорный, непокорен не человеку, а кому? Богу, который дал нам Духа своего святого. Непокорный человек, он непокорен не человеку, но Господу Богу. Есть хороший пример в Библии написанный. Вам жарко, да, наверное? Душно немножко? Не, ну просто как вялость такая посетила, чувствую. Душновато немножко, да? Поверьте, здесь мне жарче. Я просто хочу вас ободрить, что вам легче там. Вы можете себе помахать веером, вы можете, ну вы просто сидите. Я помню, извините, отвлекусь, просто расскажу. Я чувствую, надо рассказать, потому что нужно это сделать. Мы ездили, значит, на конференцию с Молдовы. Автобус 40 человек, Икарус. Ездили на конференцию Воронеж. Большая конференция была, служители собрались. И вот мы, значит, сели в этот автобус 40 пастырей, два епископа. И вот мы, значит, едем на этом автобусе, жара страшная, Икарус старый, окна не открываются, вентиляции нет, кондиционера нет. И вот мы сначала такие, ха-ха, едем, все, общаемся, откровениями делимся, я помню. На Икарусе на этом едем, смотрю, там один браток, он по этому салону бегает, носится там одному, что-то там, он писание читал сегодня утром, второму там что-то с одним там поспорил там. И вот он носится, 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 смотрю, все, смотрю, с него футболку снял уже. Смотрю, ему уже жарко, как в избане, как будто бы, понятно. И он приходит, фу, братья, что ж так жарко. Я говорю, так ты поменьше бегай. И вообще не говори, сядь, сиди спокойно, тогда на дольше тебе хватит. Я ему совет даю. Он сначала не понял меня, но, видать, мозги немножко поджарились в духоте в этой. Вот. И потом он, потом до него дошло. Я говорю, ты же столько энергии тратишь. Ты сядь, успокойся, посиди, и все будет хорошо. Дождись, пока день уже пройдет, а вечером будет легче. Там уже откровениями поделимся. И он так, знаете, присел, смотрю, слава, но ему прям потом сильно плохо стало. Так вот, и вам тоже. Вы сидите, вам хорошо, меньше движений. Вот, главное, слушайте внимательно. Главное, рассуждайте, размышляйте. Вот, мозг чтоб работал, а все остальное Господь даст. Так вот, смотрите, блудный сын. Блудный сын. Егор, немножко высоких добавь, пожалуйста, а то вы мне голос сорвете. Уже все чувствует тяжело. Блудный сын. Что ему не хватало в доме отца? Что ему не хватало? У него все было. Что покушать, что по... Ну, все есть. Почему он ушел? Опять же, вот у меня вопрос, почему? Почему блудный сын ушел? Вы не задумывались об этом? Хотел уйти из-под контроля. Так или нет? Ну, может быть так, подождите. Может быть так. А может быть, ну, его же манили вот эти вот просторы. Дальняя страна. Огни пестрят им. Огни большого города. Ему хочется туда. Ему хочется туда. А ему отец говорит, туда нельзя. Папа говорит, нельзя. Нельзя брать взятки. Нельзя обманывать. Нет лжи во благо. Ну как? А вот Раас, блудница. Ты-то ищешь свое. А вот Раас, блудница, обманула, спасла. И там, это там, вроде как, вменилось ей что-то в праведность. А отец говорит, нельзя. Ну а если очень хочется, сильно прям хочется. Ну нельзя, сынок. Ну нельзя, дочь. И вот ты терпишь, терпишь. Вот ты живешь, ходишь. Знаете, как у меня вот Артем. Вот я ему говорю, нет, ну там, что-то нельзя. И вот он ходит, ходит. Ну папа, ну папа. Я, ну что папа, ну нельзя. Ну вредно, там желудок у тебя слабенький. В больнице ты уже лежал. Ну нельзя много конфет. Ну папа, ну чуть-чуть. Я говорю, ну нет, нельзя. Ну вот меня он еще может угарить, жену-то точно нет. И вот он ходит, бубнит, 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 бубнит. И потом уже доходит до такого, что все, он уже, я смотрю, накаляется, он уже напрягается. Надо садиться уже с ним по-серьезному разговаривать. Я вижу, что все, это уже перерастает, ну переходят какие-то пределы. Так вот то же самое у нас в жизни. Вот мы что-то хотим сделать или хотим в свободе где-то двинуться, а Писание нас ставит в некоторые рамки. И вот мы начинаем крутить, вертеть, там искать пастора, который скажет, можно, или там искать совет какой-то, там, чтобы тебя кто-то посоветовал. Ну зачем тебе совет? У тебя же вот все есть здесь. Многие вещи прописаны вообще четко и ясно. Блудники Царствия Божьего не наследуют. Четко? Все понятно? Воровство есть грех. Там обман, лукавство, хитрость. Все это прописано в Библии. Что еще выдумывать? Что еще там где-то выискивать? И вот блудный сын пошел, ушел. Мы видим пример. Все расточил, все растерял, остался там у свиней у этих, у этого корыта. Лежит, вспомнил об отце. Пошел, попросил прощения. Слава Господу за милость Божию. Да? Так может притчу назовем не притча о блудном сыне? А? А о милующем отце? Я думаю, это ближе к этой притче. Так или нет? Притча о любящем отце. Потому что там больше я вижу и меня больше вдохновляет не то, как блудил сын, понимаете, да? А то, как отец его ждал. Вот это меня приводит в трепет, когда я это читаю. Мурашки по коже идут тогда, когда я вижу и понимаю, что все это время отец ждал. Ждал своего сына. Так вот, послушай меня сегодня, друг дорогой, сестра, брат. Вот, что сегодня есть в твоем сердце? Чем ты сегодня живешь? Чем питаешь ты сегодня свою душу? Ты должен об этом думать каждый день, каждый миг своей жизни. Не находишься ты ли в рамке вот этого блудного сына, который уже ходит по дому отца, ходит в церковь, читает Библию, но у него уже губы вот такие вот раздулись, как силиконовые. И он недоволен, что вот так вот, а это закон, синодальный перевод этот не такой, да вот этот пастор, да вот этот что-то, они лезут в мою душу, в мою жизнь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Скоро, скоро имение попросишь и уйдешь. Да я что, блудный сын что ли? Ну пока нет еще. Ну ты на пути уже. Любуешься возле зеркала. Ах, вот я какой. Или там оценки свои в дипломе перечитываешь. Вот пятерочка, красный дипломчик у меня. Ну примерно, это примеров масса. У каждого свое. У каждого свое. Новохудоносор. Каждое утро выходишь и смотришь на свои владения. Какие машины, какой у тебя бизнес, там деньги пересчитываешь, которые ты накопил или еще что-то. А Богу славу, когда ты будешь воздавать? А Господу, когда начнет служить то, что у тебя есть? Когда ты начнешь прославлять Иисуса Христа? Когда? Когда ты скажешь, Господи, тебе вся слава, если б не здоровье, если б не ты мне не дал эту мудрость, ум, вот этот разум не вложил мне в черепную коробочку, мозг не положил мне туда? Потому что кому-то то не положил. Есть же такие люди, кому не положил. А тебе положил. Да кого должен прославить-то? Скажи мне. Нет, это я. И вот она гордость, понимаешь, которая ведет тебя к безумию. Послушайте, к безумию. Настанет время, когда все потеряешь. Последняя история, которую я хочу рассказать. даже прочитать, давайте быстренько прочитаем. Это Новый Завет. Новый Завет, Евангелие от Луки. 12 глава с 15 стиха. Тоже так же известная история. Вроде мы много раз ее читали, но как сказку, знаете, какую-то историю, которая случилась когда-то с кем-то, а может быть, даже вообще не случилась. Знаете, я встречаю таких верующих, которые вот с ним разговариваешь, а ты чувствуешь, что он вообще не верит, что это, ну, что это правда. как будто, как какая-то вот, ну, книжечка такая, время скоротать. 12 глава с 15 стиха. При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от чего? От изобилия его. Ты думаешь, что зависит. Я периодически думаю, что зависит. Вот вы думаете так, что я про вас только говорю. Нет. Я про себя говорю. Я периодически тоже так думаю. Когда нужно платить за квартиру, когда нужно платить за ипотеку, а денег нету, и я периодически, у меня приходят мысли, что на самом деле это все вот оно вот здесь. Все на финансах, все. И так Писание говорит, что за все отвечает что? За все отвечает серебро. И ты начинаешь уже вот в этом вот вот в этом формате двигаться, вот в этом направлении начинаешь существовать в своей жизни, и ты отходишь от славы Божьей. Тебе нужно обернуться и сказать, да, отвечает серебро, но у моего отца его много. Всегда должно быть но. Вы слышите? Всегда должно быть но. Если у тебя только вот это направление, и ты понимаешь, что вот серебро, вот имущество, вот у меня мало, у того много, зависть приходит, гордость приходит, это пороки, это грехи, которые ты имеешь в своем сердце, которые тебя разрушат. И вот Иисус говорит, что не зависит от изобилия его имения, жизнь человека. И говорит притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие, соберу туда весь хлеб мой, и все доброе мое, и скажу душе моей. Похоже на Вахудоносора? Немножко есть, да? Смотрите, сходство. И скажу душе моей, душа моя, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, что сказал? Безумец. Как безумец? Разве безумец может столько заработать? Разве безумец может? Вот те безумцы, кто попрошайничают ходят, вот это безумцы. А я разве безумец, человек говорит? Ты говоришь, что я грешник, я хожу каждый день на собрание уже 20 лет. Я грешник? Да, ты грешник. В чем я грешник? Я не ворую, не обманываю, я писание читаю, в служении участвую, я в прославлении пою. Я грешник? Да, ты грешник. А в чем он грех? В неповиновении Слову Божьему. В твоей гордости. Потому что ты, когда видишь себя со стороны, твое сердце, оно ликует и восхищается. Ты уже не Господа видишь в твоем служении или в твоей жизни, а видишь самого себя. Понимаешь, в чем суть? И вот этот человек, ему Бог говорит, безумец, в эту ночь душу твою возьмут, у тебя кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Так вот, смотрите, что-то подобное было с Новохудоносором. Еще раз я повторяюсь. Этот человек, он говорит, построю себе большие житницы. Эти сломаю, построю большие. Для чего? Душа моя, вот смотри, сколько у тебя добра. Смотри, какой я молодец и какой я умный, и какой я сильный, какой хороший я бизнесмен. Бог говорит, безумие. Не этим надо хвалиться, не на это надо смотреть. Есть, слава Господу. Пусть у тебя будет, вот я искренне, от всей души желаю, чтобы вы, вы вот верующие люди, мои братья и сестры, чтобы вы были состоятельными. Я искренне желаю, чтобы у вас были и дома, и машины, чтобы у вас было и имение, чтобы помогать нуждающимся, чтобы участвовать в деле Божьем, чтобы вы были состоятельными. Я желаю этого. Но если это приведет вас к безумию и отступничеству от Бога, то я тогда вам этого не желаю. Я не хочу быть как мирской человек, который приходит и всем там, как вот у цыган у них такое, знаете, они приходят, и бах, зор, со стиму, все, у них счастье, здоровье, успеха. Ну и что эти слова? Что они, вес имеют какой-то? Они ничего не имеют. Я лучше скажу человеку, не желаю я тебе этого. Ну как не желаю? Да я вижу, что тебе зарплату на две тысячи повысили, ты уже важно ходишь, как гусь такой важный здесь. На две тысячи всего повысили. И ты уже все, ты уже миллионером стал. Ты не справляешься, друг. Как не справился Новохудоносор с этим царством, с этой славой, с этим богатством. Как не справился вот этот юноша, которому привалило большой урожай. И он уже начал с душой со своей беседовать, сам с собой, у него даже советников, ему никому не надо. Никого не нужно рядом. Вдруг посоветуют что-то пожертвовать. Не нужен мне никто. Безумный царь, понимаете, какой-то паранойя. Так вот, мы не должны быть такими, братья и сестры. Верующий человек таким не должен быть. Ты должен всегда прославлять. Имеешь возможность, отдай. Имеешь две рубашки, одну что? Отдай. Как отдай? Повешу и пусть лежит. Висит. Писание нас учит четко и ясно, братья и сестры. Все, что мы имеем, славу, мудрость, успех, богатство, за все мы должны Богу славу воздать. И всегда, и всегда во всем видеть Божье. Имеешь успех в работе. Увидь в этом Господа Бога. Имеешь благословение в бизнесе. Смотри, и видь там Господа Бога, который тебя благословил. Имеешь ты мудрость. Имеешь ты мудрость. Увидь в этой мудрости Господа Бога, который тебя благословил. Аминь. И всегда Господа Бога прославляй. Не хвались, не кичись ничем. Но пусть имя Господа прославится. Братья и сестры, пусть Господь нас сохранит от гордости, от непослушания, от неповиновения, потому что это прямой путь к чему? К безумию, безумию. У нас есть примеры уже не библейские, к сожалению, у нас есть явные примеры, реальные люди, которые дошли до безумия. Сохрани нас Господь, братья и сестры, бодрствуйте, трезвитесь и всегда Господу Бога прославляйте. Аминь. Пусть Господь нас от этого сохранит. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь Иисус Христос, я благодарен Тебе, что Ты всегда стучишь в наше сердце, Ты всегда даешь нам, Господи, Божьи знаки, Ты предупреждаешь нас, чтобы мы не дошли до безумия.